Да, здравствуйте, друзья. Стартует вторая квалификация. Уже было немного и, я бы сказал, даже немало интересных матчей. Самое, конечно, интересное впереди. И второй групповой этап, и вторая, третья, четвертая квалификации. Но все это идет, конечно же, к одному. Это чемпионат в мае. Замечательный турнир, инвайтейшнл, и будет очень лютая рубка. Я надеюсь. Да, первый матч, Best of One, Fluffy Gangsters и CSGO Lounge. Такая вот команда. Ну, называлась CSGL, до этого Lounge GG. Очень разные теги были. Здесь именно так вот подписаны. Вообще, матч это для многих, наверное, может и для нас в какой-то степени предсказуем. Все-таки Fluffy Gangsters в последнее время потерпели изменения в составе. Очень серьезные. К парням пришел Чоппер, пришел Роман. Ну, об этом мы еще поговорим, я думаю, чуть-чуть попозже. Для начала, друзья, напоминаем вам сетку второй квалификации. Также напоминаем, что первую квалификацию выиграла команда Hellraiser. В общем-то, они еще поборются во втором групповом этапе этой квалификации. Ну, и вот они. Все те же Fluffy Gangsters, CSGL. Конечно же, вот параллельный второй матч между Method и Orglas прокомментирует наши коллеги Strike and Slam на Starladder 5. Поэтому, друзья, не забывайте мониторить и один, и второй канал. Ну, и после этого, конечно же, также два параллельных матча на Starladder 5 и Starladder 10. Это болгары и фраг, Team UP. Ну, и, конечно же, мы с Лениным прокомментируем LDLC и Копенгагенских злобных датских волков. В общем-то, хорошие, интересные матчи. И вообще, вот финал тоже будет на Starladder 5. Также сегодня там будет, конечно же, Slam и Strike. В общем, хорошая квалификация, хорошая драка, хорошие команды. И надеюсь, что у вас хорошее настроение сегодня вечером посмотреть качественный кайсик. Настолько качественный, нам скажет Ленин. Ну, мы надеемся, что он будет качественным. В принципе, по командам, да, можно сказать, что и в первом, и втором матче, который мы будем комментировать сегодня с Тафой, есть свои фавориты. Этого, ну, нельзя, от этого нельзя никак уйти, да, потому что здесь фаворитом является CSGL, очень опытная команда. Мы, кстати, можем уже в игру включаться. Ну, в принципе, давайте, друзья, пробежимся быстренько и по составам, и, в принципе, можем вспомнить последние результаты. Они у меня были открыты, в принципе, я думаю, все пользуются хорошо интернетом, сайты Chiltv.org, там все прекрасно расписано и написано. Ну, опять же, вот абсолютно разная статистика. Если Fluffy Gansers выиграли одну игру из пяти, то как раз поляки выиграли четыре матча из пяти, проиграли только команде Empire 8-16, но обыграли португальцев кик, команду древних из Швеции, конечно, Infused, и Flipside, там тоже было 2-0. Да, это очень хорошее, на самом деле, показатели, да, пусть проиграли имперцам, но, так полагаем, имперцы играли в основном составе, а команда-то это не самая слабая в СНГ вообще одна из сильнейших. Это парни, которые взяли второе место на СНГшном Майнере, между прочим. Ну, и, конечно, еще раз напомним, нету Fluffy Gansers, вот того ветерана древнего Фокса, теперь играет Роман из Республики Беларусь, ну, я думаю, это тот же парень из тусовки Литтла, конечно же, Литтл, Чоппер, Эль Патрон, Робо, это состав Fluffy Gansers, ну, и, конечно же, CSGO Line, Шитамина, Эсмич, Маус, Инноцент и Сперо, Шперо, по-разному называем этот ник, Ленин считает его всегда вообще правильно. Какой? Шперо? Да. Да, конечно, Шперо, это тот самый-то самый поляк, да. А что касается Романа, играл он 97 Club, после этого в ГГВП, по-моему, даже в Робо в каких-то командах они играли вместе, в общем, хорошие составы, но у нас здесь пистолеточка. Между прочим, поляки выиграли ножевые раунды, начинать они будут в защите, Fluffy Gansers атакуют. Вот, знаешь, ложка дегтя и так в бочку дегтя для Fluffy Gansers, на самом-то деле, на трейне начинать. Автодиректор тебя напоминает? Да, да, точно. Вторая студия. Да, я уже, вот видишь, отвык, отвык от этого. Ладно, смотрим за пистолетным раундом. Выход на точку B. И установлена уже, между прочим, бомба команды Fluffy Gansers. Очень неплохо выходит, на самом-то деле, сейчас парни. Два шотных игрока защиты. Ну, посмотрите, один хэдшот, второй залетает от Fluffy Gansers. И, в принципе, точнее, от CSGO Launch. Да, нормально, Little красный, Роман красный. В принципе, выбивать можно. И посмотри, что вытворяет Гжеш. А кто же это у нас такой Гжеш? Innocent, Mouse, Michio, это Шпера, да, тот самый? Ну, видимо, да, либо какая-то... Ну, знаешь, методом исключения. О заменах вы не слышали, возможно, просто поменял никнейм. Ну что ж, друзья, 1-0. Очень все-таки неплохой получился раунд для польской пятерки. Хотя, вы согласитесь, все-таки такое было хорошее большинство, которое можно было разыграть для себя с плюсом. И, в принципе, я считаю, что где-то Fluffy Gansers упустили только что раунд в атаке. Но посмотрим, что будет дальше. Мы видим, что настроены парни серьезно. Мы видим теки, арморы, и сейчас будет какой-то, возможно, интересный выход. Ну, кстати, вот очень интересно. Россияне вроде поставили бомбу. Им нужно было сделать один эк, и они могли бы закупаться. Они решили, да, как ты и отметил, идти во всеоружии. Проблема в том, что поляки-то готовы. Посмотри, они играют всего на двух фармганах и на трех полноценных кольтах. И это приносит свои плоды. Маус в поджиме вверх, уже забирает Чопера. Отличное начало. И при этом, посмотри, поджим продолжается. Сейчас-то все игроки команды Fluffy Gansers могут быть просто похоронены вот такими вот хедшотами от Шпера, который обеспечивает сразу два. Роба правдам дает хороший размен, но поляки все еще в большинстве... Но, кстати, на самом-то деле сейчас можно зацепиться за раунд. Есть уже кольт с армором, плюс один тег также с армором. И вот очень важный минус может быть от мичи. Нет, получают мичи по голове важнейший для Fluffy Gansers. И ситуация 4-2 переходит на равную 2-2, где уже атака, даже несмотря на хп, может быть где-то имеет свое преимущество. Но вроде бы Минаис все читает. Да, Минаис все читает. Тут проблема в том, что атака решила вообще сместиться через спаун и пойти не то через ноль, не то через зелень в сторону точки А. Но Минес, как ты и отметил, был к этому готов, пошел жать очень и очень вовремя, но, правда, не дожал второго. У второго было всего лишь 7 хп. Но Минес вот тоже молодец. Видишь, выдержка. Он сделал один минус, все, дальше не пошел. Развернулся, ушел. Понимаешь, что очень опасное положение у его команды сейчас. Ведь ситуация 2 в 1. Да, тут уже задача, наверное, больше для атаки бомбу поставлена. Чем взять раунд или патрон. Возможно, это попытается сделать. Хотя мы видим, что парень надеется на то, что, может быть, затащит. Но тут абсолютно без шансов. Подформили денежку. И абсолютно хорошее начало для CSGO Launch. Из интересных сегодня событий, друзья, напомним, что... Точнее, не напомним, а скажем. Сегодня наши эфирщики делают небольшой тест. И на 13-й канал будут дублировать 5-й Full HD в супергромадном 1080 разрешении и 60 фпс. Поэтому тоже хотелось бы услышать ваш отчет. Как лагает, не лагает, нравится или нет. Поэтому пишите нам, конечно же, в наших социальных сетях ВКонтакте. Я думаю, там все это ребята будут мониторить. Да, twitch.tv slashsterlader13. Заходите. И опача! Вот такие вот открытия у нас на экономическом раунде от команды Flappy Gangsters. Правда, полякам видно, что прошлый раунд, то есть бай в прошлом раунде напугал. Сейчас они вообще играли только в один фармган. Это был Максейм у Шпера. Он продолжает с ним играть и у остальных вообще полноценные девайсы. Но Flappy тоже, сделав один экономически, закупаются полноценно. У Литла появляется даже АВП. Вот мне лично будет интересно посмотреть, как же Литл сыграет в этой роли. Все-таки Фокса, наверное, в каких-то моментах может и не хватать. Да, на самом-то деле Фокса частенько может не хватать. Но, видимо, ребята прекрасно понимают, чего они хотят добиться. Там Фокс тоже понимал, наверное, чего он хочет от жизни. Поэтому имеем такой состав и будем комментировать попозже. Как интересно, россияне занимают лонг. И как поляки пытаются с этим что-то сделать. Серия киллов на точке А. И, в принципе, выход можно, наверное, даже считать удачным. Самое главное сейчас не поддаваться. Но Роба стелет в спину. Минис жмет. Зелени, но остается один против двух. В принципе, очень хороший выход на ранних таймингах от Флаффи. Но бомба потеряна. И теперь все зависит от Миниса. Он будет тащить клатч. Посмотрим. Нет, Минишве тут ничего не делает. Просто моментально его забирает Литл. И вот оно, АВП сработало. Один раунд заходит Флаффи Гэнстер. Снова понимаете, что нужно было бы неплохо парочку. Да и вообще атака сейчас на трене реально может очень хорошо играть и действовать. Да, ребята, еще вот интересная информация. Многие путают почему-то вот наш инвайтейшн Старладдер Айлик с основным сезоном Старсерии. Друзья, не путайте. Это абсолютно разные сезоны. Это не 14-й сезон Старсерии. Это отдельный чемпионат по приглашениям и вот с небольшой квалификацией. Оно Старсерии ждите. Совсем скоро будет. Да, пока у нас очередной раунд. И посмотри, поляки играют в две снайперские винтовки. Ноусон отлично запирает выход от Роба из Абдауна. Литл обеспечивает размен. Ноускоу под Шпера не взлетел. Минис, Чоппер, размен. И опять посмотри, вот на этих перестрелках Флаффи Гэнгстер заходят в преимущество. Теперь поляки в меньшинстве. Правда, бомба контролируется в Абдауне. Посмотрим. Ну, Мауза здесь должны запирать. Он сам это понимает. Просто разворачивается и уходит. Бомбу подобрали. Вообще отличная ситуация, если раунд зайдет в Флаффи Гэнгстер. Два ВП было куплено. Там ребята, на самом-то деле, да, до этого фармили. Потом потратили очень много денег на этот раунд. И сейчас реально можно в очередной раз подпортить экономику польской пятерки. И посмотрим. Да, походу, все зайдет. Да, все заходит. Бомба уже установлена. Блитл отлично забрал Миннеса. Миннес вроде пытался выпадать, но нет, его контролировали. Мауз уходит сейвить. Ведь у команды КСГЛ нет денег. Они будут делать эко в следующем. И вообще для россиян начало-то впечатляющее. Я заметил, как они играют выходы на... Ты вот обратил внимание, насколько ранние тайминги используют ребята. Они вообще не боятся поляков. Они понимают, что это карта, на которую они вышли сознательно. И они делают все для того, чтобы полякова ставить не у дел. И это получается. Вообще, видно, отработанный выход на точку А. Но на самом-то деле было бы просто замечательно, если парни делали это с пистолетного раунда, который, напомню, 4 в 2 проиграли по итогу, были в большинстве. А, знаешь, в чем фишка? Пистолетка-то обычно на трейне в атаке отыгрывается на Б, потому что там проще ставить бомбу. И ты в любом случае на пистолетке ставишь бомбу, а там уже... Ну, да, выбивать бы точку проще, в принципе, на пистолетном раунде, да? Но, с другой стороны, для экономики установленная бомба в любом случае пустая. Да, знаешь, иногда стоит проще действовать, можно просто выиграть пистолетный раунд и, в общем-то, действовать отлично. Не всегда так просто, да, но тут тоже нет ничего такого невозможного. Ну что же, хороший какой-то выход намечается у нас очередной на Апленте, уже молотом в точке, почти ставится бомба. Ну и посмотрите, не смотрят в сторону. Хорошо, что эко-раунд, и хорошо, что это не МС-очка, которая сейвилась Маузинью. Ну да, Мауз, кстати, вот за сейвленным кольтом вновь остается один. И вновь, скорее всего, пойдет на сейв, потому что умирать ему здесь особо смысла нет. Вопрос в другом. Наверное, Fluffy Gangsters не дадут ему этого сделать и пойдут сейчас на поиски. Этого самого заветного девайса. Хотя вот тоже непонятно, понимают россияне, что сейвится девайс или нет. Ну, по идее, вроде понимают. И по миникарте мы видим, что именно душится, душится Б-плент. Но вот сейчас, по идее, и баня должна поджать, и из Б-плента Альпатрон должен выйти там через котлы так называемые. Ну и вот, в принципе, к АТРСПу подобрались. Парни нашли соперника. Есть минус от Маузинью, но его здесь запирают. Отлично, Чоппер, финальный фраг. Замечательная игра от Fluffy Gangsters, несмотря на неудачную пистолетку. Напомним вам, что не так давно CSGO Lounge сменили в составе одного игрока. Раньше за них отыгрывал Оскареш, он же Оскар, который был в этом составе с момента основания даже раньше. Но затем его заменили из-за нестабильных результатов. И взяли старого воина, старого пса Миннеса, который до этого играл еще даже в команде Gamers 2. Но если говорить о возрасте, то вот, например, товарищ Роман тоже не из молодых, 27 лет этому парню. И, в общем-то, такого опытного бойца себе взяли. Ну, в принципе, заменили тоже на очень опытного бойца, на Фокса, который тоже не молод, друзья. Но и смотрим, что у нас на Б-планте интересного. И также есть один игрок атаки на точке А, который в спину может подрезать как минимум одного, а может быть даже и больше. Его, кстати, не заметили. И, скорее всего, этот минус все-таки обеспечит Роман. Так и получается. При этом, посмотри, как интересно действует. Сделав минус, он уходит вообще в апдаун из коннектора. Понимая, что в апдауне никого не будет. А вот в коннекторе его как раз-таки могут принимать. Ну и тут попытка сбывания. Вообще очень странно это, на самом деле, попытка в меньшинстве идти и давить точку Б. Конец немного предсказуем. Флаффи Гангстерс втроем против одного Шпера, который вновь уходит на сейф. И кто бы мог подумать, ты знаешь, начало очень впечатляющее от Флаффи Гангстерс. Вот прям вообще, наверное, никто не ожидал, что они будут так давить с самого начала. Ведь это уже четвертый раунд подряд, который Флаффи Гангстерс выиграл. Знаешь, видно пока, что неплохой трейн от этих парней, вот их выходы, они четкие, синхронные. И они должны всем нравиться. Вот вопрос сейчас к польской пятерке, вот что у них не так, что они поменяют. Может быть, сейчас более плотнее начнут на коротких дистанциях принимать аплэнд, не давать вот столько пространства в поляках. Ну посмотрим, надо что-то делать. Либо там 1-4 там с авиком, ну как-то колдовать, придумывать что-то нужно. Знаешь, в чем еще здесь проблема? В том, что вот эти 4 раунда, которые Флаффи Гангстерс выигрывали, они теряли, вот посмотри, 2-х, 1-го игрока. То есть с экономикой-то у парней тоже все хорошо. Они могут позволить себе еще 2-3 бай с лихвой. Литл как взял АВП, он попадает просто все. Я не знаю там какие показатели по статистике, но по-моему там, не знаю, процентов 95, там чуть ли не все попадает. Этот снайпер и очередной раунд очень легко заходит в Флаффи Гангстерс. Это уже практически 5-3 осталось. Вот Маузинью, который там третий раунд подряд сейвит, либо четвертый забрать, и дело в шляпе. Ну да, свой минус сделал, понимаешь, что уже никуда не уйдет. Знаешь, вот огромный недостаток ТЗ-шки в том, что перезаряжается на чудовищно долго, если уж ты не смог. Друзья, в общем-то по StarLadder Invitational хочу сказать, что опять же многие ребята путают и с основной серией StarLadder, ну и конечно же есть еще вещи по поводу квалификации. Напоминаю, три команды уже приглашены в Киев на стадион. Это Virtus.pro, это Na'Vi и, конечно же, это бразильцы. Замечательные, шикарные. Один инвайт еще держат организаторы. Один слот займет китайский чемпион, победитель квалификации. И вот среди этих четырех квалификаций будет разыграна группа, точнее вот еще одна квалификация, второй этап, среди которых пройдет три команды, а не четыре. Вот так так. Все, поехали. Теперь уже возвращаемся к самому чемпионату. Да, возвращаемся. И Роман! Роман тоже возвращается к чемпионату, делает минус, забирает Шпера. Опять же, хорошо начал. Маус, между прочим, шел в поджим наверх, никого там не увидел. Ушел обратно и теперь снова идет жать. При том, что на точке B он находится один. Правда, мини стягивается к нему на саппорт. Но видно, что поляки несколько задерганы. Немножечко потерялись. Они привыкли, видишь, они привыкли к быстрым выходам постоянно на точке, а сейчас их нет. Ты идешь сжать вверх B, там тоже никого нет. И вот ты думаешь. И согласись, вот такой важный раунд, ребята, после всех этих хэка собрались. Вот уже, ну все, тащим-тащим. И тут просто начало теряют игрока. И снова все идет к тому, что флаффи генсерсы могут их придавить. Ну что, минус точка. Минус плент. Ох, и как хорошо ты ушел от снайпера в коннекторе товарищ Робо. После своего второго минуса Минис пытается открываться снова. Флэшка влетает. Минис прячется в пленте. Но Робо его находит. Отлично реализует свою позицию. Роман бреет мичу. Все. Опять-таки флаффи гангстерс переигрывают как тактически, так и по стрельбе своего соперника. Просто в хлам. Вообще в хлам. Ногами вперед пока еще никого не потеряли. Но, в принципе, Маузини уже традиционно последний сейвится. И, скорее всего, возможно, точнее, кого-то и подрежет. Там чуть-чуть собьет экономику. Но начало просто уже шикарная первая половина для флаффи гангстерс. Если они так будут продолжать, то, в принципе, мы имеем все шансы, что парни пройдут и дальше. И еще поборются сегодня на чемпионате. И, может быть, не один раз. Знаешь, быточка, по-моему, не популярна нынче. Потому что Мауз уже сколько он остается в живых. Сколько он ходит сейвить свои девайсы. Правда, не факт, что сейчас ему дадут засейвить эту эмку. Все-таки за ним объявлена охота. И, по всей видимости, да, он должен умереть. Хотя и сражается. Как сражается? Это один, второй, третьего заметил. Патронов нет. Калаш. Ах! Не подобрал. Хотел свопнуть, но, наверное, да. Вот промахнулся буковка Е. И в итоге получилась вот такая вот мишура. 6-3. Флаффи гангстерс. Ребят, победитель выходит на пару метод и Орглас. Еще раз напоминаем. Этот матч идет параллельно вместе со Слэмом и Страйком. Далее мы также продолжим комментировать весь этот тур. И увидим DLC Blue против Копенгагенских Волков. Ну и, конечно же, и Фраг против Team UP. Тоже будут эти матчи. Ну и еще один матч сегодня вечером также будет сыгран. Да, расписание вы можете посмотреть на csgo.starlader.tv или HLTV.org, как вам удобнее. Или на CSGO Lounge. Заходите туда. А у нас здесь движуха. Вновь выход от Flaffy Gangsters на точку. А правда, теперь уже на бае. И не столь успешен, как раньше. Ведь Иноусен заходит в спину и посмотрит, что вытворяет Иноусен. Сразу два минуса. Little очень вовремя размен. Очень своевременно он это сделал. Ситуация не близка к критической 2-2. Ну, Little пока вот всю эту половину играет. Ну, просто шикарно, знаешь. И вот на таком кураже парень, по-моему, вообще себя чувствует замечательно. Может и раунд потащить. Сейчас посмотрим. Вот тут чисто по психологии. Он просто шикарно попадает. Ну, вот боюсь начервить. Что придумали-то Flaffy Gangster. Зайти в коннектор. Вот это да. Ну, и по ходу маневр пройдет на ура. Ну, вопрос, как поставят бомбы. Будут ли ожидать поджимы на б-плент с котлов сверх-вниз? Ну, увидим. Скорее всего, будут. Ну, это самое логичное и понятное дело, что после установки бомбы поджимы будут ждать. Но бомба сама по себе установлена. Очень интересно. И вот. Теперь вопрос в том, какие позиции будут заняты. Little отходит. Давайте вверх смотреть. Эль Патрон. Роман Найдробь. Отличный хэдшот. Как реагирует-то здорово на Шпера. У Шпера было преимущество. У него был Мак-7 в руках, но от хэдшот ты никуда не уйдешь. У Мауза, наверное, уже и нет особо выбора. Ему нужно ситуацию 1-2. Как-то пытаться разыгрывать. Казалось, дальше еще был неожиданный тайминг для игрока защиты. Ну, а Little очень легко забирает последнего. 7-3. Ну, по-моему, здесь кто-то плохо играет, Рейн. Да, это действительно странно. И кто-то плохо играет его в защите. Это странно вдвойне. Ну, есть такие команды. Вспоминаем вот тот самый легендарный матч Гамбит на цис в миноре. Тоже там можно поиграть. Понимаешь, разница-то в том, что тогда карту-то пикали методы. А здесь карту пикали и те, и другие. Потому что выходили-то на одну по итогу. Ну, давайте смотреть. Пока Эко, выход вообще непонятный от Миннеса. То есть, ну, просто побежал с пистолетом и непонятно, на что рассчитывал. Ну, вот действительно, на данный момент матча кажется, что все в руках Флаффи Генстерс. И что, по идее, они очень легко заканчивать эту встречу. Но мы знаем, что такое КС. И что во второй половине все может быть зеркально. И точно так же. Только теперь уже другую команду. Но смотрим. Как-то борются пока еще вот на своем Эко CSGO лаунч. Грызут своих соперников. Но, к сожалению, все-таки минуса не заходят. И теперь уже вряд ли что-то потащится. Либо выбьется шпером. И ничего, остается вдвоем. Да тут хотелось бы отметить еще этот факт. Что Флаффи Генстерс, помимо того, что они просто хорошо заходят на точки. Они очень здорово контрят поджимы. Вот ты заметил, что поджимают их в спину очень редко. Буквально вот один эпизод могу вспомнить. Когда, по-моему, и Ноус, и Телли Маус вышел из апдауна и двоих в спину забрал. Так это один, там, два эпизода на всю игру. И видно, что Флаффи Генстерс на трейне 100% лучше. Я не понимаю, что происходит с КС Гоу Лаунч. Вы помните начало эфира. Мы говорили с Лениным, что эти парни явно фаворитны. Что у них отлично сыграны там последние встречи. Что казалось, все замечательно. Но не тут-то было. Очень настроенно выглядит Флаффи Генстерс. А вот как раз КС Гоу Лаунч немножечко как-то в разобранном состоянии. Что-то ничего не получается. Нету этого энтри-кила. Вот никак они не могут сделать этот самый первый минус, играя за защиту. Ну, как-то все выглядит подозрительно. Печально. Да, максимум, что получается, это или заходы в спину, или какие-то размены. Но на разменах в Лаффи Генстерс все равно играют лучше. И у них получается раунды брать. Потому что, ну, уже счет 8-3. Для КС Гоу Лаунч это, по сути, уже катастрофа. Потому что им вторую половину придется играть в атаке. А если россияне вот в атаке так хороши, представь, что они будут защите вытворять. Они же будут стоять там вообще намертво. Особенно, если пистолеточка зайдет. Ну что, смотрим выход на бэк. Как здесь Маузинью сыграть. Наконец к нему пришли. Ну вот, настало твое время. И при этом, смотри, Молотова не откидывал. Понимаешь, что быстрого выхода никакого не будет. Он сначала откидывает Смоук. Молотова оставил до лучших времен. Тоже очень хорошо. При этом на инфу стянулся Иноусен. Он взял на себя верх. И это странно, потому что верх вот обычно контролирует снайпер. То есть он именно стягивается, да, и вот смотрит. А в зелени как раз-таки стоит Риплер. Но у нас где там находится... Шпера на зелени. А, Шпера. Нет, он вообще ноль контролирует. А, ну вот он, в принципе, будет первый на ХЛПе. Вот он ведет как раз на помощь. Сейчас выйдет с коннектора. Может быть, даже даст минус. Сейчас увидим. Есть. Шпера забирает Чопера. Ну, дальше снова игроки атаки. И снова нет энтрикила. Я не понимаю, что происходит. И уже и Маузинь узнал, что к нему придут. Но его все равно забрали первым. Да, да. И вот опять же плотная стена Смаков. Установленная бомба. Ничего ты не сделаешь. Ну, разве что Мичу. Это польское дарование уже который год ворвется и сделает какие-нибудь киллы. Шпера ловит верхнюю линию. Мичу предварительно забрал еще одного оппонента. Идет дальше сжать спину. Бреетель патрона. И, наконец-то, поляки берут хоть что-то. Бомба дефьюзится. И вот, вот то, чего ты хотел. Флаффи Гангстерс были в большинстве. У них была установлена бомба. И поляки все равно пошли и выбили. Ну, вот, наконец, сработал Лавик в защите. Потому что, знаете, печально, когда защита на трене не использует АВП. Понятное дело, тут экономически так получилось. Слаффи Гангстерса после проигранной пистолетки перевернули все. Вы помните тот раунд, как раз в самом начале, когда ЦСГУ лавничку пили два АВП. Их перевернули. После этого вообще не стало денег. И с этого момента просто не было денег особо на АВИК. И вот он появился. И вот он, наконец, сыграл. Но спустя сколько раундов? Семь? Восемь. Восемь. Так, чуть-чуть. Восемь. Ну, это восемь раундов, которые Флаффи Гангстерс выиграли подряд. Ух, как повезло, что флешечка сработала. Мог забрать одного игрока. Но, тем не менее, забирает и сейчас. Вот снова два АВИКа. И, может быть, это тот момент, с которого начнут тащить КСГУ лавники. Боже мой, как хорошо Шпера играет с коннектора. Как же это было замечательно, Шпера. Три минуса делает в этом раунде. Маус должен запирать последнего. Так и получается блестящий выход из апдауна. И вот она работа снайпера. Эту позицию Шпера занимал достаточно часто. И в позапрошлом раунде мы видели, да, когда выход был на Б от россиян. Но вот сейчас Шпера пусть и не идеально. Пусть это не было в стиле Кенниса, когда он там, знаешь, как ковбой бэмс-бэмс. Но свою работу он сделал. Три минуса есть. И вот быстрый выход. Ну, не только он там и Митчу работал. Там вообще замечательно сыграли парни. И сейчас, по идее, флафигенстеры знают, что там будет два АВП. Да, убили Митчу, но, по идее, парни понимают, что второй баллик, скорее всего, ребята подобрали. И здесь просто нужно сыграть правильный раунд. Но решили АВП убивать АВП. Возможно, стоило сыграть что-то быстрое через многое, большое количество дымов. И, может быть, даже на Б. Но ребятам решили все-таки... Сплитовать будут. Три зелень, два ноль, по всей видимости. Ну, не знаю, на зелени есть снайпер. Более того, у снайпера есть саппорт в виде минуса. Ну, не знаю, кто кому саппортит. Тут еще вопрос. Но минус действует довольно-таки агрессивно. Литлу пока играть не дают. Все-таки смоук лежит. Первый раз у нас атака будет играть через зелень. Вот такой медленный раунд. Три плюс два. И вот что-то новенькое мы в этом матче увидим. По всей видимости, да, увидим. Ну, вот флешка прилетела. И мичу тут же стягивается. Реагирует очень здорово. Но, увы, промахивается. И тут же смотрит на ноль обратно. Ну, какую-то инфу уже собрали, парни. Атаки уже увидели один авик. Теперь приблизительно будут понимать, что второй, скорее всего, не на этой точке. А, возможно, все-таки и здесь. Ну, тут вот любопытно, что мич из зелени ушел. Скорее всего, эту точку будут давать. Миниса закидывают и Минис как врывается. Да, батлашку ты посмотри. Стелит двоих. Роба и Роман, правда, играют на размены. Очень клево сыграли. Бомба все еще находится на зелени. И теперь на точку А выходить можно. Чоппер контролирует зелень. Но вот неудачный тайминг для него. Ловят с гранатой в руках. Вся эта инфа была у CS GO Launch. Видели бомбу на зелени. Сразу же двое выходят из бани игроков, которые принимали B-Plant. И теперь 2-3. Нужно вытаскивать Flaffy Gensers. Ну, в принципе, это реально. Сейчас посмотрим. Роба, слышал? Да, слышал спину. Ну, пусть запоздала, но все же забрала Ноусента. И моментально ШПР обеспечивает размен по Роману. И вот у Роба теперь уже шансов не так много. 8-6. Не ожидал увидеть Маузинио где-то в районе плента. Видимо, перешифровал. Вот думал, что в другой точке находится игрок. Пошла инфа по второму тиммейту. Но, к сожалению, раунд не затащился. 8-6. Последний раунд первой половины. Ну, и, по сути, Flaffy Gensers уже свою работу сделали. 8-8 это неплохо для карты Детрейн. Но мы понимаем, что бери по максимуму, потому что в второй половине соперник всегда может набрать на 1-2, но побольше раунда. Да, здесь самое главное, что могло бы быть и больше. Взяв там 8 раундов подряд, они вот 3 уже подряд проигрывают. Это, на самом деле, хороший знак для поляка. Видно, что поляки умеют перестраивать свою игру. И вот посмотри, как отлично действует Снайпер. При том, что до этого верхнюю линию жали только Рифлер. Сейчас этим занялся Снайпер. Один минус есть, при этом Роба особо не выпускают. Его, по-моему, зафлэшил его же тиммейт вот такими флэшками. Ну и, пожалуйста, чудовищный выход на точку Б. На приеме Мауза мячу. Второй, третий минус. 5 в 2. Вот очень повезло команде Flaffy Gensers, что эти два авика не начали работать вот с того самого начального первого раунда. Это бы все закончилось бы 14-1, там 13-2. И вторая половина была бы просто огонь. Нужно было тащить Flaffy Gensers, и это была бы боль. Ну, хорошо, что не собрались. Хорошо, что только по концовке мы это увидели. Здесь тоже так двояко достаточно. Если бы в этом раунде, например, Flaffy Gensers решили бы на морозе пушить Б, скорее всего, этот пуш у них бы удался. Снайпер вряд ли что-то мог бы сделать. Да, здесь видишь неудачные решения от россиян, да, вот на второй части первой половины. И, напротив, удачные решения от CS GO Launch. Они понимали, что Flaffy Gensers их давят, поэтому перестроили. Да, это и снайпер, который в коннекторе. Снайпер три раунда играл на трех раунда разных позиций. Он играл зелень, он играл коннектор, и он играл поджим верха Б. То есть уже начали использовать АВИК по максимуму, и все шикарно. Ну, шикарно, учитывая, какой был счет, друзья. Все-таки могло быть и получше для CS GO Launch. Начинается вторая половина, ну и поехали. Да, пока, наверное, можно озвучить кофе, если ты зайдешь на лаунж. Я у тебя попрошу, вот после пистолетки мы о них поговорим немножко, это нужно. Конечно. Ну, а 8-7 и, в общем-то, пистолетный раунд, который будет показательным, но не очень. На самом деле, не очень-то даже и важно, кто его выиграет, потому что разрыв по раундам будет не особенно большой. Но понятно, что хотелось бы выиграть его полякам. У них, во-первых, недостаток в один раунд, и сторона у них слабая во второй половине. Ну, давайте смотреть. Да, важно тащить, тащить просто каждый раунд отдают Бэп Плэнт сейчас, Флаффи Гэнстерс. Кстати, что по гранатам, если отдают? А как раз 4 армора взяли, выбивать будет тяжеловато. Ну, посмотрим. Да, вот так вот Литл принимает выход в дым от Шпера. Размен от Мауза все-таки есть, при этом Чопера оставляют так же красным. На дальнюю очень хорошо пострелялся и Ноусом. Ну, установленная бомба, да, выбивать, наверное, будет непросто, хотя в конечном итоге все зависит от аимов, игроков защиты. Ну, мы помним, как CSGO Лаунч вытащили 2 в 4 пистолетный раунд. Посмотрим, смогут ли вытащить Флаффи Гэнстерс. Да, пока размены в пользу Флаффи Гэнстерс. Более того, у Флаффи есть киты. И, конечно же, Аим тоже есть. Эль Патрон дает фраг по мичу. И Ноусомт один дал хороший размен. Но теперь, я думаю, игрок с китами должен садиться и дефюзить. И Эль Патрон должен обеспечивать саппорт. Ноусомт вываливается. И тут же забирает Эль Патрона. Но вот саппорт Эль Патрон обеспечил. Он отвлек на себя внимание. И это изи. Это так повезло. Это так потно было только что. Но все-таки вытащили. Флаффи Гэнстерс. 9-7, парни. Но теперь будет сложно. Теперь будет явная попытка сыграть от тэков. Гиггл заходит также. CSGO Лаунч берут. Калаш даже нашелся. С Армором вторым великолепный. И сейчас бай будет. Ну и если Флаффи Гэнстерс выстоят, то это будет просто шикарно для российского коллектива. Ну а полякам, понятное дело, нужно брать, брать и еще раз брать раунды. Да. Пока же коэффициенты на сайте CSGO Lounge.com на... Что? Не-не. На поляков из CSGL 85% на Флаффи Гэнстерс всего лишь 15%. Вот такие коэффициенты-то неравные у нас. Между прочим, на Форсбай от CSGO Lounge Флаффи Гэнстерс выходит в численное преимущество. Эль Патрон вместе с Литлом, прошу прощения, разбираются. И минис остается один на зелени. Его тоже заберут, скорее всего. У него 2 хп, он жив. Он жив только чудом божьим, но недолго. 10-7. Печалька. Да, CSGO Lounge. Да, вот мы с тобой сидели и думали, что там во второй половине-то будет. А вот оно что. Давайте посмотрим еще раз на коэффициент, друзья. Еще раз напомним, что вообще говорили наши букмекеры. Потому что действительно матч какой-то непонятный. И вот изначально действительно вся ставка была на польскую команду. Да. Ну, мы же с тобой смотрели статистику. У поляков 4 с 5 выиграно, у россиян 4 с 5 проиграно. Ну, понятное дело, что любой человек в здравом уме будет, наверное, ставить на CSGO Lounge. Ну, по идее, да, по логике. Но, как мы видим, не всегда это работает. Посмотрим, как там сейчас народ нервничает. Все-таки большинство, наверное, залепило на CSGO Lounge ставочки. У нас очередной выход на B-Plant. Хороший минус. Забирают Литла. Здесь поможет. Поможет Чоппер. Должен и второго забирать как можно быстрее. Вроде бы трясти патрона М-кой. Должны его прикрыть там парни. Хотя уходит и так неплохо. Все шикарно. И, походу, один из раунд также у Flaffy Gensers. Если сейчас Глок не сработает. Ну, здесь, конечно, мы подчеркнем, что это была Эко. И этот Эко, на самом-то деле, очередной пример тому, если твой соперник занимает не позиции в упоре. Просто знаешь, когда у тебя начинается Эко с Энтри Кила, то, в принципе, эта Эко может перерасти в выигранный раунд. Но в данном случае все-таки смогли перевернуть сразу же Flaffy Gensers и остановили. Но бомба была, да. Как ты и говорил, действительно, сейчас дополнительные деньги. И хороший, неплохой бай у польской пятерки. И надо снова брать раунд. Но сейчас вообще один из ключевых моментов. Ведь если Flaffy Gensers выиграют и этот раунд, во-первых, у поляков вновь не должно быть денег никак. Ну, если там не поставят бомбу, да. Во-вторых, там уже 12-й, 13-й будет. То есть разрыв уже, сколько там получается, да, 6 раундов. Это уже много. Ну, опять же, если пойдет там серия раундов и будет лишняя экономика Flaffy Gensers, это значит, что у Литла будет постоянно авика. До этого доводить не стоит. Я уверен, что он сейчас будет щелкать очень жестко. Конечно, так в атаке щелкало. В защите так это еще и проще намного. У тебя позиционное преимущество на большинство точек. Вот и все. Но пока 11-7 и, наверное, медленный раунд от поляков. Они рассредоточились по карте максимально широко. Посмотри, два игрока под B. Один контролит ноль. Один зелень. Один смотрит поджимы с нуля. В общем, пока CSGO Лаунж просто сидят намертво и ждут поджимов. Да, знаешь, ну если говорить про первую половину, вот ты говоришь про Литла, что он так вообще жестко играл. Да, он выглядел первую половину, первую половину, как неуловимый Джо, знаешь, который неуловим, потому что его никто не ловит. Но потом появились авики в защите и просто начался жестокий отстрел. Ну, там непредсказуемые позиции в некоторых моментах, да. Согласен. Тот же коннектор на прочек нуля, вот как ты дождешься его. Вот, вот, пожалуйста. Хотя, да, поляки, вот я с тобой полностью согласен, молодцы. Но, вообще, вот я заметил первый девайсный, в первой и второй половине, это, знаешь, вот... Поряки? Такой раунд, да, чтобы просто прощупать соперника. Поряки. Поляки пытаются просто дохлый матч вытащить, и, в принципе, это у них может получиться. Роба забрал мини-шведа. Ну что, посмотрим, что будет дальше. Дальше отвечает Шпера. По все тому же Роба. Ну и, в принципе, походу, это до конца. А план, да, здесь уже бомба и понеслась. Патрон забирает сразу же и на центр. Шпера, ну что ты делаешь? Ну, Роману не повезло в этом эпизоде. Чоппер очень хорошо, однако закрывает Шпера. Еще один минус от Эль Патрона. И 1-2 остается Мичу. Вновь польское дарование, не имея времени, будет... Ну, не знаю, у него единственный вариант – это ставить бомбу под коннектор. Да, что он и делает. Потому что он может успеть ее поставить. Как грамотно двигался Чоппер, не шел перестреливаться, там ставить шкетшоты. Просто отманцеваться, пока подошел его тиммейт. Ну, так и нужно действовать. Ну, дал бомбу все-таки поставить. Он же понимал, что она ставится, времени там нет. Возможно, тиммейт мог там со спины подрезать. Но, опять же, когда играешь по интернету, не всегда видишь монитор своего тиммейта. К сожалению. На лане, возможно, такой ошибки не было. Ну и вот, кстати, за счет этой бомбы, в частности... Будет бай. Да, он есть у поляков. Хотя, опять же, взлетит он или не взлетит, я уже сомневаюсь. Флаффи Гангстерс играет действительно хорошо, качественно. Правда, сейчас поляки действуют быстрее. Они собираются использовать ранние тайминги, по всей видимости. Два апдаун, три ноль. Но туда и молотовые флешки, залетает все, что можно. И поляки, по-моему, удивлены такому жаркому приему. Несколько застопорились. Так, кстати, давайте посмотрим, что они будут делать. Потому что по гранатам все довольно так тохленько. Да, есть парочка дымов. Ну, ой, сразу выйти. Ну что, Роба, тащи, минус один, минус два. Могу третьего забрать. Но, опять же, работает и нацент. Но, опять же, должны тащить сейчас игроки Флаффи Гангстерс. Но, посмотрите. Фишка в том, что у россиян два красных осталось. Этим и воспользовался Маус третьего. Принял в дым, забрал и Чопера. И на ровном месте Флаффи Гангстерс, имея численное преимущество, вообще проигрывает этот раунд. Разве что Литл сейчас вытащит клатч в стиле Кенниса. Но в такой позиции это маловероятно. Еще и флешка. Да, оставалось два красных и слепой. Ой-ой-ой, вообще жестко. И Литл с авиком, которого сейчас просто дощемили. Да, в итоге вот тот момент с Чопером и его тиммейтом с поставленной бомбой привел к тому, что CSGO Launch закупились. И сейчас, ну, пока еще не перевернули экономику, но очень близки к этому. Очень-очень. Ну, тут... А, так все, у россиян денег нет. Ну, зато есть девайс. Пока еще. Нет, пока есть. А к тому, что дальше не будет. А дальше, может быть, даже придется делать два эко. Хотя, ну, маловероятно, конечно. 1900, 2400. Ну, да, наверное, как-то худо-бедно они закупятся. Это будет, по-моему, снова аплэнт. Вот видим позицию одного из игроков атаки, который должен давать сейчас гранаты. И... Нет? Нет, нет. Просто чекает. Нет у нас раскидок. Нет, нет, нет. Нет, нет, ребят, извините, я... Вот... К сожалению, у меня тут мониторчика нет. Не обратил внимание, что на зелень никто не вошел из игроков в этот момент. Да, это значит, что он просто здесь на чеке. И, кстати, может сработать эта позиция, потому что там поджали зелень. Правда, Литл забирает мини-СЕ, но и... Так поджал зелень же все правильно. Он пошел, поджал зелень. А, он выстрелся в гост. Что? Что ты потерялся, тафи? Я думал, он будет просто вот до конца там морозиться и смотреть просто вот поджим именно до конца, парень. А, нет, нет. А, видишь, Литл, он решил не морозиться. Он понял, что на зелень никого нет, значит, можно идти в контрпуш. Пошел в контрпуш, сделал минус там, потом второй минус он на нулей сделал. Да, как раз очень хорошо среагировал на чувака. Еще и третий минус сделал наверху. Четвертого увидел, наверное, пойдет на эйс. Давайте смотреть. Ну, тут к позиции стайка должны были готовы. И пора уже, вот он на пуканчик чей-то торчит. Все, осталось забрать им на цент и отдать просто последний минус. Это будет эйс, если Литл с этим справится. Конечно, этот эйс мы должны отдавать, но рисковать лишний раз из-за такой ерунды парни, конечно же, не должны. Да, минус отель патрона. Рампагу застилили, но, тем не менее, квадрохил еще и так все равно. Давай вернемся к раунду. Вот мы посмотрели как раз игрока атаки, который был там с Калашом, вроде смотрел десятку. И я думаю, он не смотрит зелень чисто вот на поджим, вот именно если игрок придет к нему. А он с Калашом тут накинул глаз. И как вот в нужный момент сработал этот поджим с авиком. Ну, просто шикарно спасенный, ну, то ли не раунд, ну, будем говорить очередной раунд. Да, ну, здесь тоже, видишь, так звезды сошлись, что и у Литла была возможность поджать. Потому что если бы кто-то шумел на нуле, он бы уже не мог это сделать. Он вынужден был бы с зеленью переключаться на ноль. А он сначала пошел поджал зелень, потом уже переключился на ноль и там еще сделал минус. То есть вот звезды сошлись как надо, и теперь у CSGO Lounge денег очень мало. Походу им сегодня просто не везет. Какой-то не день CSGO Lounge, правда матч еще не закончен. Посмотрим, что будет дальше. Все-таки это best of one, и все-таки пока 16 раунд не взял, ты не выиграл. Поэтому давайте смотреть. Есть тег, есть три Калаша, Дигл, все вторые арморы и куча гранат сейчас у CSGO Lounge. В принципе, выход на B может и зайти. Посмотрим, как справится Чоппер. И, по-моему, на этот раз авик за спиной или нет? Да, Литл контролит вверх, тоже очень хорошо. Но я думаю, к этому тоже должны быть готовы. Правда, Литл это наплевать. Он через дым забирает иноусента, по-второму, правда, промахивается. Чоппер действует агрессивно. Да, посмотри, как агрессивно он действует. Но, правда, к этому мячу был готов. Литл забрал второго, правда, Маузинь его разменял. Ситуация 3-3 с поставленной бомбой. Есть поджим со спины, который может контролиться. Есть игрок в девятке, но и уже на B-планете два игрока. Плюс вот этот мячу может затащить сейчас коннектор. Минус от Маузиньо. Ну, Роман, что ж ты делаешь? Отлично, Роман. Все-таки дает размен по мячу, вешает хэдшот. Но действовать все равно нужно быстро. Минус от Мауза. Тот все-таки бреет робо. При этом по Роману инфа... Ну, скорее всего, есть. Роман, понимая это, разворачивается. Или не уходит на сейф. Или он пойдет давить до конца. Но, что ж, все равно неплохо. Он Маузу оставил 2 хп. Вообще, знаешь, какой вывод сделал? По стрельбе у тех и других все нормально. Вот, по крайней мере, сегодня. Ты заметил, что они отлично стреляют? То есть нет таких вот ошибок, когда ты спреешь в спину и вообще у тебя не сгибает. Ну, опять же, вот начало первой половины. Ты сам говорил, что кажется, что и перестреливает. А потом все пошло нормально. Когда уже авики начали попадать. И концовка была уже хороша. Ну и вот все шансы у CSGO Lounge вытащить эту игру. И, по крайней мере, парочку раундов отыграть. По крайней мере, один. Да, вот здесь интересно, что в CSGO Lounge играют без вообще снайпера. При том, что они могли подобрать снайперскую винтовку того же Дитла, который был мертв. У них были такие возможности. Но нет, как-то странно действовал Минис в этом раунде, если честно. Полез на вагон, не прочекав достаточно точку. И инфу никакой тиммейтов не получил. Но, соответственно, погиб. Пока раунд неплохо получается. И все-таки десятый для CSGO Lounge вот-вот да и пойдет. Ну, смотрите еще. Да все хорошо просто. Все нормально. Это все-таки был эко. Здесь даже все не очень плохо для Flappy Gangsters. Они на своего эко сделали два минуса. О чем ты еще можешь мечтать-то? Ну, посмотрим, посмотрим, что сейчас там по экономике будет. Все-таки, опять же, все тяжело. Но АВИК есть. Снова закупка в ноле. Два Famos'а у защиты АВП и два кольта. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, что же будет делать в очередной раз атака. Вот как раз ты вспоминал АВП. Не хотели играть. А вот сейчас все-таки решили сыграть с АВИКом. А может, на этот раз он им и помешает? Ну, здесь, наверное, они понимают, что Литл будет на АВИКе играть точно. Его нужно кем-то запирать. У них такие динамичные выходы. Он и до этого играл на АВИКе. Но эти динамичные выходы, вот, казалось, что по всем позициям там не нужно АВП в атаке. И все хорошо получалось и заходило. Но вот сейчас посмотрим с веслом. Интересная позиция была у Роба. Я только хотел на него переключиться. А его уже забрали таких хэдшотом. Мы опен-фраг опять за... Полубитый Роман. Красный Эль Патрон. Вообще все пока что выглядит печально для Флаффи Генстерс. Минус это на цента. 5 в 3 ситуация. Ну и, походу, у нас будет супер-концовка этого трейна. Если сейчас не вытащат ребята из Флаффи. Боже, какая стрельба у поляков. Просто божественный выход. Хэдшот. Минус. Спрей. Все. Литл 1. Литл против четверых. Литл будет сейвить. Это 13-11. Вот вроде как мы много говорим о том, что трейн сильная сторона. Защита, как и на старом. Нет, нет. Мы не говорим уже об этом. Да. Ну вот я такой любитель. Трейн, трейн. На самом деле нет. Уже. Мы же про это постоянно говорили. Что он поменялся. Особенно вот этот измененный трейн. Он стал просто шикарным для атаки. Что здесь появилось очень хорошее пространство. И вдвойне проще играть стало трейн в атаке. Потому что нет отыгрыша. Вот нам об этом постоянно говорит Хаус. Как раньше из-под вагона. Вот сидит там Контр в темном месте под вагоном. И он по-любому свой этот минус entry kill при выходе на точку сделает. Ну, под вагон. Скорее всего, да. Под вагон. Под вагон и на старом трейне в CSGO нельзя было, конечно, залазить. Это 1.6 бородатые времена. Да, да, да. Я говорю про старые времена. Правда, был. Был в CSGO. Вот одна версия трейна. Трейн в Е он назывался. Это вулкан. Я думаю, ты знаешь такого чувака. Он использовался на фейсите некоторое время. Там месяц-полтора. Он не очень нравился. Там можно было залазить под вагоны. Теперь у нас новый трейн. Я считаю, это абсолютно правильно. Очень динамичные стороны. Такие сбалансированные. И действительно можно хорошее разнообразие по тактикам показывать. Какая гранатка. Чё? Неплохая. Little. Минус. Правда, у Романа в упоре не зашло. Но Чоппер жмёт в спину. При этом тиммейты обеспечивают суппорт с точки B. Эль Патрон на вагоне. Чоппер. Два минуса с ЦЗшкой обеспечивает. Эль Патрон жмёт в спину. Вешает хэдшоты Носонту. Этот экономический раунд сейчас в шаге от того, чтобы уйти команде Флаффи Гангстерс в руки. Ну ты подумай. Просто красавчики. Ну теперь нужно доиграть. Парни, вот что правильно сделали, что ушли отсюда подальше. Теперь, наверное, будет грамотно просто играть вместе и сыграть. Вот как-то против этого парня. Хотя, если была бы инфа и были так близко, может быть, и стоило его подзажать. Но решили всё-таки подотпустить, не рисковать. Не-не-не, нельзя жать никак. Они же без арморов. Да, не без девайсов. Патрон, причём, по-моему, жалый, он уже на релоуде был, он уходил. Да, по всей видимости. Но там он всё спа много, пуль выпустил. Но вот сейчас Флаффи Гангстерс, вот никак не могу слово выговорить, они очень странное решение принимают. Они при ситуации два в одного раз средотачиваются. И снайпер имеет очень интересную позицию, куда скорее всего... Он будет стрелять безумно, да, он будет просто щёлкать. Ну или какой-то фазбук. О, Эль Патрон. Вот задрот. Вот, кажется, риск, а для Эль Патрона он минимален. И вообще для таких игроков такого уровня, да, как оказалось в итоге, риск минимален. Потому что я замечаю, GV так сидит. И там другие игроки, Кейнис, они сидят безумно вот в такой упорной позиции. Ты думаешь, а что он собирается делать? Потом целится и стрелять? Он не собирается целиться. Это да. Сейчас, кстати, очень много мониторов, в которых встроен режим прицела. Это так, если что. Так там же фишка в том, что у тебя пуля не в одну точку летит. У тебя есть радиус, и там рандом. Маленькое расстояние, по-моему. Ну, он маленький, да, но все равно риск. Ладно, ребят, поехали дальше. Быстрый раунд. Просто дымится весь плент. Ну и посмотрим, будет ли сейчас минус от защиты, например. Потому что бомба уже ставится, а пока все живы. И вот она установленная бомба. Правда, сразу после этого два минуса влетает от Fluffy Gangsters. И Nocent Размен. Но очень хорошая позиция у россиян. Я в который раз замечаю это, что вот лаунж дает раскидки. Они ставят бомбу, но по позициям 100% россияне переигрывают. Правда, фактор игрока может сыграть. Мичу все-таки очень опытный, пусть и молодой, игрок с отличной стрельбой. Он уже делает два минуса. При том, что россияне на него открываются по одному. Не пойми зачем. После первого же минуса должны были как-то пересмотреть это. Но нет, два в два. Тяжелейшая ситуация и походу забирается раунд Мичу и Шпера. Красавчики. Потому что отдача сейчас это были бы уже окончательные похороны. Ну а так есть надежда и снова нет денег у Fluffy Gangsters. Да что ж такое, никак не могут закончить эту встречу парни. Ну знаешь, красавчики-то да. Но я бы все-таки... Ну знаешь, у меня претензии больше к Fluffy Gangsters. Во-первых, они открывались под ноль вообще непонятно как. Становились под перекрестки. Ну вот как ты при ситуации два в два можешь встать так, чтобы тебя террористы и с одной и с другой стороны забирали, при этом тиммейт саппорт обеспечить не может. Ну ты просто становишься посреди точки. Это очень странно. И теперь у Fluffy Gangsters нет денег. А статистически они второе к уже не вытащат. Да, ну и на долю секунды там раунд все-таки был 5 в 3, извините, у меня тоже. Да, там сделали 2 интрикила еще. Ну вообще все было только что. Как кричал там Игорь Сопов. Какой провал! Какой провал, когда нави горели, ну ладно. Это провал. Это действительно провал. Правда, Fluffy Gangsters все еще имеют преимущество. И даже после этого раунда у них будет один в запасе. Но пока вот CSGO Lounge не встречает никакого сопротивления. Выходят на B, ставят бомбу, отстреливают Fluffy Gangsters. И 14-13 по всей видимости. Уже не по всей видимости. Покажи-ка нам денежку. Сколько там у CSGO Lounge-то? У них там теперь все пошикарнее будет. После этого раунда. А, ты про поляков говоришь? Да, да, да. Поляки так, да. У них там так точно. Но вот у КТ проблемы. Посмотри, 3-400, 3-800. 2 по 3-400. Да, 2 по 3-400, 1 по 3-800. За КТ-то денег на нормальный бай нужно больше. Ну и вот мы видим результат. Всего лишь один кит-пакет. Три фамоса. Раскидок очень мало. Вообще вот нереально мало. Буквально на одну волну, да, чтобы какой-то пуш предотвратить. Ну что, я представляю, сколько сегодня подгорающих пятых точек может быть на этом стриме. Потому что, опять же, ставки были все на CSGO Lounge, которые сейчас с болью, спотом пытаются вытащить. Как я уже говорил, буквально дохлый для них матч, который нам казалось, Fluffy Gangsters могли просто закончить уже давненько. Уже давненько, если бы проиграли, или ты имеешь в виду, что вы выиграли? Если бы первая половина еще получше у них там пошла, если бы не было этой концовки хорошей от CSGO Lounge. Ну да, концовка там, 4 раунда подряд-то поляки взяли. Да, неплохо было. Ну, возвращаясь к этому раунду, тут эпизод, судьба, Чоппер. О, хо-хо-хо-хо, Чоппер. Никак. Просто пробили голову, и entry kill от атаки. Мне кажется, после матча, если посмотреть, тут будет вообще очень мало entry kill-off у поляков. Самое интересное, что по точке B инфы никакой не было. Fluffy Gangsters после этого минуса продолжали намертво сидеть на A. Поляки тоже потупили, но потом поняли, что на B, наверное, можно выходить, потому что сопротивления никакого нет. Вышли, поставили бомбу, тут россияне спохватились, что это, ну, бомба на B, а сделать ты уже ничего не можешь, ты в меньшинстве. Времени у тебя нет, ну, для того, чтобы как-то сгруппироваться и полноценно выбить. В итоге 4, даже 5, по-моему, в 4 была. А, нет, 4 в 4 была ситуация, да, она сейчас есть, и россияне просто сейвят. А там все, там изначально это просто читалось. И знаешь, хорошо, что пошли-то на сейв. Очень многие команды, они такой выдержки не имеют. Если 4 в 4, это будет выбивание и хоть ты тресни. Ну, тут уже очень далекие позиции, очень плохой тайминг, и там уже явно было понятно, что все, никуда не нужно идти. Раунд, откровенно говоря, вот я пытаюсь помягче слово подобрать, но вот что-то у меня только плохие слова. Какой-то. К сожалению, ну, на самом-то деле, опять же, отдаем дань уважения, CS GO Launch, парни тащат, тащат, и уже сравняли счет в этом матче, и сейчас могут просто перейти на следующую игру, которая буквально там через короткую 10-минутную паузу пойдет и дальше. Очередной Best of One. Ну, и вот опять хороший пример. Все там говорят, статистика, киллы, 30, 40. Вот, раунд был взят, было два минуса. Один от той команды, один от другой. Вот и все, раунд 4 в 4, он взят. Ну, буквально раунд взят одним минусом, атаки и все. Да, 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 просто выходом на точку Б. Ну, ладно, у нас здесь один из важнейших, наверное, раундов в этом матче. Очень быстро это так, и Роман все-таки делает этот минус. Там, кстати, очень быстро забрали Литла, он тоже сделал только один фраг, и уже ситуация 4 в 3 для защиты, но... Ну, тут хорошо, что такие плохие позиции у атаки, и бомба не стоит. Все, все, не выпустили, молодцы. Флаффи Генстерс, но опять же раунд не закончен. Ну, Роман не по таймингу выпал сейчас, он вроде на нуле даже никого не увидел, а вот его могли на самом-то деле на лонге увидеть. Минис очень по таймингу ловит коннектор. Не уйдет, не уйдет, смотрит зелень. Там красный-то. Вот так. Да ладно, как он божественно попадает! Просто шикарный минус. Буквально, говорят, ценой в раунд может быть. И посмотри, Шпера, прочек, прочек лонга, Роман вновь не ловит тайминг, он видел, замешкался. Вот водил прицелом, наверное, хотел посмотреть на зелень, а тут на тебе, такой прилетает. Шопер, оставшийся один в три. Делает минус по Шпера, и тем не менее, его сейчас должны запирать. Да, это ответ на килл от Инноусента. 15-14. Матч-поинт для команды CSGL. Напомним вам, что это best of one. Эм вот просто CSGO лаунч решили заставить пропотеть всех ребят, которые за них болеют и переживают. Ну и, знаете, парни вытягивают по ходу такой матч тяжелый. Но это еще не конец, еще есть Ави Кулитла, есть четыре Фамеса. И последний шанс, ну, как-то спасти этот матч в Лаффе Генсерс. Так хорошо играли парни, так шикарно действовали. И, буквально говоря, какая-то там одна ошибка с поставленной бомбой, что ли? Если тогда вспомнить, получается, вот историю этого матча, когда я говорил, что как хорошо отыграл Чопер, как обланцевался, и в итоге тот самый раунд, может быть, и решил матч. А, ты имеешь в виду, когда бомбу дали поставить? Да, да, да. Но я не думаю, что здесь, знаешь, такая квинтэссенция, совокупность, вот, скажем так, ошибок и при игре в защите от Лаффе Гангстерс, да? И вот те четыре раунда, которые они в первой половине отдали. Тут, скорее, CSGO лаунч начали плохо просто, да? Вот как-то не вошли в игру, а потом тут пошло-пошло. Да, пара хороших раундов от россиян, конечно, была, но давайте все-таки досмотрим последнюю. У нас здесь установленная на точке бомба. Выбор у россиян нет, они должны выбивать уже до самого конца. Дадут им это сделать или нет? При этом там встретились все-таки, начали моментально бежать оба по разным там путям. На б-плент игроки, которые встречались в Теровском Роспе. Ну и смогут ли выбить? Роман опасный делает прыжок, минус от Инноцента, слышит спину. Два в два ситуация, но времени очень мало, друзья. Да, и Робо он, скорее всего, заберет, потому что у Робо выбора уже нет. 16-14. Вот кто бы мог вообще подумать, что после такой первой половины и такого темпа, который Флаффи Гангстер задали, выигрышного, казалось бы, все вот так вот закончится. Интересно. Вообще просто браво. Браво, CS GO Lounge, суперматч, Флаффи Гангстерс. Друзья, вы отлично играли сегодня карту The Train. Где-то не повезло, где-то не дотащили. Возможно, все-таки еще не доиграли тимплейчик на вот эту пятерку. Все-таки Роман новый персонаж в команде. Хотя, с другой стороны, у поляков что-то похоже. Знаешь, как мне кажется, не хватило второго снайпера. Вот во второй половине в защите очень не хватило второго снайпера. Потому что Литл-то свою задачу отыгрывал здорово. У нас тут, между прочим, ну, скажем, свою роль отыгрывал. У нас здесь статистика. 24 к 19. В общем, хорошая статистка. Литл красавчик. Просто царь. Робо тоже шикарно сыграл. Вот он и Роман из новичков. Я, между прочим, на Майнере узнал, что Робо, как оказалось, из Бреста. Так же, как и я, между прочим, из белорусского. Вот так вот. Очень, на самом-то деле, олдскульный игрок. Ну и в конце у нас Минис. В общем, и в Геймерс 2 он так играл. Если вспомнить. Ну, что-то, вот что-то не пошло у него, опять же, в начале, по концовке. Он уже и Савика шикарные фраги давал. И залетало, и все получалось. Ну, в общем, интересный, хороший матч. Мы с вами посмотрели, друзья. Еще немножечко статистики. КД рейтинг, конечно, у Шпера шикарный. 1 на 72, 31 на 18. Это играл просто великолепно. В очередной раз показал свой высокий скилл. Ну, и помог своей команде пройти первый этап этой квалификации под номером 2. Первого тура, в общем-то. Да, она на ваших экранах. Дальше к СГЛ будут играть с победителем пары Метод Орглес. Мы же с вами посмотрим матч LDL-C Blue против Копенгаген-Вудс. Я вот пытаюсь просто посмотреть, как там у нас в параллельном матче. Ну, судя по Скорботу, 11-5 счет за Орглес. Ух ты. Ну, надеюсь, что вы смотрите эту игру. Друзья, у нас небольшой скоро перерыв будет. И мы совсем, опять же, скоро вернемся к вам в эфир, как только сыграется параллельный матч. И, опять же, прокомментируем победителей этих пар. Да, поэтому не расходитесь далеко. Ставьте ставки на CSGO. Лаунж, точно как вам заходить туда второй матч, как и все другие матчи. Инвитэшнл, квалификации там есть. Ну, и, конечно же, через сколько там? 10-15 минут, да. Да, мы там, в принципе, ждать параллельный матч не надо. Мы продолжаем четвертьфиналы смотреть. И буквально 10 минут Копенгагенские Волки будут, LDLC. Также будут присутствовать ребята. Буквально короткая пауза, и мы возвращаемся в эфир. Е-гейминг-бетс. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Дота 2 и Хардстоун. Контер-страйк и Старкрафт. Ворлд оф Тэнкс и Лига Легенд. Егб.ком. Ты точно знаешь, кто победит. Надоело играть с обычными скинами, но нет денег на новые? Разбогатей быстро с CS GO Fast. CSGOfast.com – это высокие шансы на победу. Несколько комнат с различными режимами игры. Ежедневно более тысячи игр. Пяти тысяч игроков. Двадцати пяти тысяч разыгранных вещей. Тебе не нужно много скинов, чтобы стать победителем. Субтитры создавал DimaTorzok